Уважаемые зрители, приветствую вас! Находимся мы в Кахетии, в Гурджане, на винном фестивале. Он проходит в Гурджане в рамках винных дней 2023. Они проводятся по всей Грузии. Стартовали они в городе Телави, затем в Тпилиси, Багдаде, Кутаиси. Практически вся Грузия принимала участие в винных днях. В частности, винные дни завершаются в Зугдиде, в ботаническом саду, на территории ботанического сада, где будет большой грандиозный гала-концерт, которым и закроются эти винные дни. Но впереди, дорогие друзья, еще именины города Телави. Так что все виноделы соберутся еще в сердце Кахетии, в городе Телави, в столице Кахетинского царства древнего. И еще раз поговорят о вине, продегустируют вино, отметят большим застольем этот праздник. Ну, а то, что вы видите, это, естественно, самое вкусное, самое ароматное. Кахетинские чурчхелы, кахетинские шашлыки, ведь все кахетинцы отличные шашлычники и умеют делать замечательный шашлык. И вот здесь, на фестивале вина, шашлык был в приоритете, вы можете себе представить, какой аромат, какой дым стоял в округе. Само мероприятие проходило в Центральном парке, городе Гурджань, это огромная территория, которая была занята этими павильонами. Вы видите, вот такой нескончаемый поток людей направлялся вот к этому месту. Машины приходилось останавливать очень далеко, потому что не было практических мест. Приехали сюда не только виноделы, не только кулинары и мастера грузинской кухни, которые проводили мастер-классы, но и народные умелицы, музыканты. Народные умелицы привезли с собой, мастера народного промысла, свои сувениры, свои работы тоже на винную, осеннюю тематику. Здесь гости очень интересовались всеми этими красивыми предметами, которые могут сделать такое интересное пятно, создать в интерьере, на которое все будут обращать внимание. Причем касается это не только домашнего интерьера, но и интерьера балкона, террасы, дачного участка, кто живет во дворе, можно украсить двор. В общем, все это очень интересно, было красиво и ярко. Можно было пообщаться с этими мастерами народного промысла. Мы записали много интервью и их вам представим уже, наверное, отдельным файлом, потому что вот в этом файле хотелось вам показать в этом видео вот чисто картинку, которая была там, чтобы вы бы смогли погрузиться в эту атмосферу. Кстати, я долго думал записывать ли свой комментарий или же предоставить вам возможность посмотреть все это без моего комментария, только вот такой интершоу, выражаясь на телевизионном языке. Однако, после того, как я смонтировал уже чисто это видео, я вспомнил, что многие из вас всегда говорят, что с вашим комментарием интересно. Жаль, что вы ничего не говорили, потому что мы хотели бы вас послушать. Поэтому я решил записать этот комментарий. Вот вы видите, здесь можно было приобрести еще бижутерию, украшения, национальную одежду. Такие легкие сувенирчики, как для взрослых, так и для детей. Кстати, вот эта вот одежда, элементы национального костюма, конечно же, она немножечко адаптирована, немножечко осовременена, пользуется большим спросом. Многие иностранцы, которые выезжают за рубеж, с собой забирают, как сувенир, эту одежду не только для себя, но и для детей. Кроме того, вывозят отсюда и грузины, которые едут к своим родственникам, скажем, за границу. У многих уже там родились внуки. И вот я знаю людей, которые искали по городу в Твилиси, я имею в виду Чоху для детей. И вот я им всем порекомендовал. Кстати, есть такая компания Чоха-Джи. Это не реклама, это просто вот принесло сейчас, принес разговор, где можно всегда подобрать и в аренду Чоху национальную одежду, как для взрослого, так и для детей, как для мальчиков, так и для девочек. Потому что многие даже свадьба, да, вот когда вот свадьба, свадебное торжество, тоже встречают одеты в национальной одежде. Или же вот эти свадебные платья и костюмы тоже стилизованы под национальный костюм. Но сейчас это можно делать так, чтобы там переодеться, да, какую-то часть церемонии провести в традиционных нарядах, а какие-то вот нарядах с национальным колоритом. Но тем временем вы по картинке видите вот всю эту красоту, которую принесли с собой организаторы этого фестиваля. Конечно же, не обошлось без вина, потому что вино – это ключевое слово, вино – это основное, вокруг чего и было собрано все это мероприятие. Собрались здесь виноделы, производители вин со всей Грузии и с региона в особенности. Ну вот Чорчхелл – это самое любимое грузинское лакомство. Сейчас как раз сезон изготовления Чорчхелл. В этом году, несмотря на плохую погоду, сложности, с самого начала там лета была засуха, потом пошли дожди, потом был град с дождем, попортился урожай во многих регионах, но тем не менее, все равно удалось собрать неплохой урожай, около 300 тысяч тонн. Так что запасы вина пополнились, все винзаводы приняли от местных фермеров продукцию, и молодое вино уже кипит и в резервуарах, и в квевре. Как вы знаете, есть несколько подходов к приготовлению вина. Один из основных в Кахете – это, естественно, тот самый традиционный кахетинский способ приготовления вина в квевре. Конечно же, винзаводы используют такие гибридные методы. Для крупных партий используется такой европейский подход к приготовлению. Об этом мы будем говорить с вами в отдельных видео, потому что тема вина и грузинского виноделия, точно так же, как и грузинской кухни, очень интересует наших зрителей, вот особенно, когда вот смотришь на этот прекрасный ароматный шашлык, и он создает настроение. Ты забываешь уже и о диетах, и о калориях, и сразу вспоминаешь кахетинское гостеприимство. Кстати, туры в Кахете пользуются самой большой популярностью. В Кахете можно ездить весь год, и там всегда есть что-то интересное. Это и сбор фруктов, это там первая клубника, это сады, где можно принять участие в сборе персиков, абрикосов, и, конечно же, это артвели, вот эти винные туры, и участие в сборе урожая винограда, оно продолжается до сих пор, так как некоторые хозяйства, часть винограда на своих плантациях оставляют именно вот для этой аттракции, для этого шоу, когда все принимающие участие в турах гости могут отправиться на плантацию, собрать виноград, и, конечно же, этот день заканчивается прекрасным вечером, когда накрывается стол, и кахетинцы угощают участников тура вот всеми самыми лучшими своими блюдами. На первом месте, конечно же, шашлык, хотя для вегетарианцев, для тех, кто не употребляет еду, мясо, тоже есть много чего интересного, чего стоит кахетинское лоббио, да, только вот приготовленное по их особому рецепту, хотя для мясоедов, конечно же, тоже есть где развернуться. Но вот я еще раз хочу повторить, что люди, которые не употребляют мясо, тоже вообще-то во всей грузинской кухне, там есть много чего интересного, не там, а здесь, у нас. В частности, это и пхали, это вот всякие салаты, это само от кемали, это прекрасный тейдаспури, грузинский хлеб, выпечка, и можно хачапури. В хачапури сыр заменить на лобби, и получается лоббио, и можно хинкали сделать даже не с мясом, а, скажем, с картошкой, начинкой из творога, с начинкой из грибов, и тоже получится очень интересная комбинация. Ну, еще раз хочу отметить, что на первом месте, конечно же, было вино, на винных днях привезли все самое лучшее, и, конечно же, по такой совершенно доступной цене можно было приобрести и забрать с собой вот всю эту продукцию. Ну, кроме вина, конечно же, это чурчхеллы, это сухофрукты, чири, это сами фрукты, и вот это была такая возможность всем и гурджианцам, и из Твилиси. Кстати, были автобусы, которые привезли гостей, так что фестиваль надолго запомнится. Спасибо за внимание.